Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Дом-без. Состоятельный издатель со своей женой и двумя дочерьми переезжает в тихий провинциальный городок, который на поверку оказался не таким уж и тихим. При участии любопытной соседки семейство узнает, что их дом стал местом жестокого убийства, а преступник до сих пор разгуливает на свободе. Женщина в черном. На дворе конец 19 века. Но хотя люди пользуются автомобилями, железными дорогами и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Кипс вынужден оставить своего 4-летнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Илмарш. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над девушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни. Красные огни 2011 года Ученые-скептики Маргарет Мэттисон и ее ассистент Том Бакли занимаются разоблачением шарлатанов. Изучение паранормального приводит их к столкновению с давним противником доктора Мэттисон, человеком по имени Сильвер. Объявив о своем возвращении, Сильвер впервые за многие годы выступает перед широкой публикой. Знавшие экстрасенсы люди не забыли, что незадолго до добровольного ухода Сильвера со сцены таинственной смертью погиб основной критик ее деятельности. Шестое чувство Детский психиатр Малкольм Кроу сталкивается со странным случаем. Девятилетнего Коула посещают страшные видения, призраки умерших. Все эти люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают на малыша свой гнетущий страх и отчаянный гнев. Как врач Малкольм бессилен помочь, но как человек он пытается найти ключ к ужасному миру Коула, в котором веет дыхание смерти, и распускаются страшные цветы боли. Приют 2007 года Самые счастливые годы Лаура провела в сиротском приюте на побережье. Любимые воспитатели заменили ей родителей, а друзья – братьев и сестер. Через 30 лет Лаура возвращается в дом своего детства с мужем и 7-летним сыном. Она мечтает восстановить его и открыть для новых маленьких посетителей. Однако героиню поразили перемены, произошедшие с ее собственным сыном. Из милого мальчика он превратился в маленького монстра с жестокими фантазиями и опасными играми. Она уверена, что во всем виноват старый дом, таящий скрытую угрозу. Постепенно картины прошлого всплывают в памяти Лауры и открывают ей страшную истину. Другие. Красавица Грейс увозит своих больных детей в особняк на одном из островов у побережья Англии, чтобы дождаться окончания Второй мировой войны. Войны, с которой вернется ее муж. Ее дочь и сын страдают странным заболеванием. Они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, они вынуждены выучить жизненно важное правило. Все комнаты всегда должны быть в полумраке. Нельзя открывать дверь, пока она не заперта предыдущая. Строгому порядку, установленному Грейс, будет брошен вызов. Грейс, дети и те, кто их окружает, сделают решающий, роковой шаг. Палат. Кристен проходит лечение в психиатрической лечебнице. Вместе с ней проходят лечение еще четыре девушки. По ночам, когда больница погружается во тьму, она слышит странные пугающие звуки и понимает, что тут они не одни. Одна за другой девушки начинают исчезать. И Кристен понимает, что должна как можно скорее выбраться отсюда. Зикола. Один пропущенный звонок. Иногда на мобильный телефон поступают странные звонки. Голос в трубке – ваш собственный, но все, что вы слышите – это жуткий предсмертный вопль. Теперь вы знаете время и обстоятельства вашей гибели. Она стучится ровно через три дня. Человек-вук. Эта история разворачивается в Великобритании. Герой возвращается на родину из Америки для того, чтобы найти без вести пропавшего брата. До него доходят слухи о том, что в предместиях города обитает страшное существо, которое разрывает на части жителей окрестных деревень. Дело расследует полиция Скотланд-Ярда, вскоре их заинтересовывает джентльмен, приехавший на поиски брата. Дьявол 2010 года Несколько людей, оказавшиеся в застрявшем лифте, со временем понимают, что среди них присутствует сам дьявол. Шесть демонов Элли Роуз 2005 года Фильм основан на реальных событиях. В 1976 году сеанс изгнания дьявола из молодой девушки закончился ее смертью. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. В поиске справедливости священник изучает историю появления на земле демона, погубившего девушку, и пытается доказать в суде факт существования потусторонних сил и их способность вмешиваться в жизнь людей. Пророк 2007 года У Криса Джонсона есть секрет, отравляющий его жизнь. Он может предсказывать ближайшее будущее. У станок бесконечного внимания правительства и медицинских центров, пытающихся разгадать природу его удивительных способностей, Крис ложится на дно. Под вымышленным именем он работает в Лас-Вегасе, где развлекает публику дешевыми фокусами. Но когда группа террористов угрожает Лос-Анджелесу, специальному агенту Кали Феррис придется собрать все силы, чтобы разыскать Криса и убедить его помочь предотвратить катастрофу. Невидимый Нику уготовано блестящее будущее, но по нелепой и роковой случайности он становится жертвой жестокого нападения. Ник не умер, хотя его дух и покинул бренную оболочку. Его напуганная душа затерялась между миром живых и мертвых и тщетно пытается обрести покой. Константин Повелитель тьмы Джону Константину удалось не только побывать в аду, но и вернуться обратно. Родившись с неугодным самому себе талантом, полностью распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей, Константин под давлением обстоятельств пытается совершить самоубийство, лишь бы избавиться от мучительных видений. Но неудачно. Воскрешенный против собственной воли, он снова оказывается в мире живых. Теперь, отмеченный печатью суицида и получивший временное право на жизнь, он патрулирует границу, разделяющую рай и ад, тщетно надеясь на обретение спасения путем сражения с земными ставленниками зла. Ровое число 23 Сотрудник службы по отлову бездомных животных Уолтер Сперроу берется за чтение загадочного романа номер 23, который подарила ему на день рождения его жена Агата. В итоге, тихая и спокойная жизнь Уолтера превращается в невыносимые муки, которые могут привести и его, и близких ему людей к самому печальному концу. А виной всему число 23. Дело в том, что роман, в котором рассказывается о жутком убийстве, представляет собой церкальное отражение жизни самого Уолтера. То, что происходит с главным героем книги, угрюмым детективом Фингерлингом, слишком уж напоминает Уолтеру его собственную судьбу. По мере того, как описанные в романе события начинают повторяться в реальной жизни, Уолтер, как и Фингерлинг, попадает под странную власть числа 23, которую он видит повсюду. В конце концов, он приходит к убеждению, что ему суждено совершить такое же чудовищное убийство, какое совершил Фингерлинг. Изменить же будущее Уолтер сможет, только раскрыв тайну числа. Багровый пик 2015 года Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на поверхность. Но ни единая душа не рискует ступить на ледяной склон, кроме нее. Она влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних стенах со своей сестрой. Багровый пик пробудился и уже не уснет. Виктор Ранкинштейн 2015 года Новый взгляд на фантастическую историю Виктора Ранкинштейна. На этот раз, с точки зрения ее помощника Игоря. Легенда 2015 года Фильм расскажет историю близнецов Реджи и Ронни Крей, культовых фигур преступного мира в Великобритании 1960-х. Братья воздавляли самую влиятельную бандитскую группировку из Энда. Экстрасенсы 2015 года Джон Кленси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его способность видеть прошлое оказывается бессильно перед новым противником, хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее. Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон должен вступить в неравную схватку с расчетливым маньяком и найти способ загнать в ловушку того, кто всегда на 10 шагов впереди. Мара, пожираль снов Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне собственная жена. В качестве свидетеля проходит 8-летняя дочь убитого, Софи. Все дальше, углубляясь в это дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится для нее опасным. Гоголь. Вий. Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному темному всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского пьяница, доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения. Прокляния плачущей Убийство священного оленя Талантливый кардиохирург Стивен живет счастливой жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать. Закрятие 2 Фильм основан на случаях, с которым столкнулись практикующие исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены. На этот раз вызов будет из северного пригорода Лондона, где семья, состоящая из четырех детей и матери-одиночки, подвергается нападениям потусторонних сил. Супругам предстоит выяснить, какова природа этих явлений, полтергейст ли это или что-то другое. И главное, почему именно этот дом и именно эта семья. Синстер, 2012 года. Вместе с семьей автор детективов поселяется в небольшом городке, в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия. Были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но ничто не дается даром. В доме начинают происходить жуткие вещи. И теперь под угрозой жизни его близких они столкнулись с чем-то, от чего нет спасения. Телекинез. Невзрачная старшеклассница по имени Кэрри с рождения обладает способностями телекинеза. Давление со стороны фанатично-религиозной мамочки и постоянные издевки сверстников приспособствуют развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном однокласснике решают жестоко подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям. Страшные истории для рассказов в темноте. Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Они должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город. Джон находит идеальный подарок для своей жены, а та редкая старинная кукла в белом свадебном платье, но восторг от подарка продлится недолго. Однажды ночью в их дом вторгаются члены сатанинского культа. Седьмой сын Рассказ в фильме пойдет про парня, который так уж вышло, стал седьмым сыном седьмого сына, а только такой человек может стать ведьмаком. Но это недостаточно, чтобы именовать себя так. Необходимо пройти массу тренировок, а также усердно учиться. Ведь главное оружие ведьмака – это его ум. Хоть в народе их и не любят, но кто-то же обязан убивать нечисть, хранить землю от сил зла и делать всю эту грязную работу. Юный Том Уорд попробует стать тем самым учеником ведьмака. Париж, город мертвых. Прежде чем я усну. История о женщине, потерявшей память. Каждое утро последние 20 лет просто исчезают из ее воспоминаний, и каждое утро ей приходится по крупицам восстанавливать собственную жизнь. Астрал, глава 2, 2013 года. Семья Ламберт стремится раскрыть тайну, из-за которой они оказались в опасной связи с миром духов. Семейство переезжает в дом матери Джоша, но как оказывается, туда вселяются не только они. Путешествие в мир призраков не прошло для семьи Ламберт бесследно. Вместе с Джошем в мир людей проник дух, который вновь хочет быть живым. И вскоре в доме снова начинают происходить странные и страшные вещи. Бермудский треугольник, 1978 года. Люди, самолеты, корабли бесследно исчезают во времени и пространстве. В центре трагических событий, разыгравшихся посредине океана на небольшой яхте, оказывается группа подлодных археологов. Сначала на палубе находят чайку с перерезанным горлом. Разгадка странных событий, которые начинают происходить с экипажем прогулочной яхты в районе Бермудов, заключается в кукле, найденной в океане. Фильм повествует о женщине-психиатре, которая однажды оказывается пациенткой больницы для невменяемых преступников, где она прежде работала. Вдобавок ко всему, ее обвиняют в совершении жестокого убийства, о котором она ничего не помнит. Пытаясь разобраться в происходящем, она сталкивается с необъяснимыми мистическими происшествиями. Американский оборотень в Лондоне Есть в старушке Англии и лихие, жуткие места, путешествовать по которым чрезвычайно опасно. И наших героев, двух беззаботных американских туристов, об этом предупредили. Но веселые заокеанские парни не вняли предостережением местных жителей и в глухой ночи, освещаемым мертвым светом луны, сошли с дороги. Здесь, во мраке, их ждал неописуемый кошмар, после которого одному из американцев было суждено стать ужасным призраком, а другому – кровожадным оборотнем. Мумия, принц Египта Великий фараон Аманхотеп выдал свою дочь за чужестранца по имени Талос. Новый принц Египта оказался жестоким и кровожадным черным магом. По приказу фараона Талоса убивают, а на его гробницу налагают вечное проклятие. Но в день Великого Парада Планет Талос может вернуться к жизни, если его гробница будет открыта. В 20 веке археологическая экспедиция находит гробницу Талоса. Саркофаг принца переводят в Британский музей. Приближается день Великого Парада Планет, когда ужасный дух зла обретет свободу. Мумия оживает и начинает хладнокровно убивать людей и забирать у них внутренности. Только археолог Саманта и детектив Райли могут помешать новой реинкарнации Талоса. Британский треугольник 2001 года В Тихом океане обнаружено странное судно без единого человека на борту. Вскоре выясняется, что это знаменитый океанский лайнер Корона Куин, пропавший при загадочных обстоятельствах в Мирбудском треугольнике в 1972 году. Пытаясь разобраться в происходящем, на борт корабля высаживаются журналисты и эксперты, не подозревающие о том, что лайнером завладели дьявольские силы, устремившиеся на Землю через временной коридор, который связал нашу планету с адским мраком потустороннего мира. Хрегать дьявола Пугающий рассказ о 12-летнем Карлосе, который после смерти отца попадает в школу Санта-Лусии на попечение директрисы Кармен и профессора Кассареса. Отец мальчика был мятежником, убитым в сражении против режима Франка, и хотя приют перегружен большим количеством детей, директор школы сочувствующе принимает молодого Карлоса. Внутри моей памяти 2003 года. Когда Саймон пробуждается в больнице, он не помнит событий последних двух лет, ни собственной свадьбы, ни автокатастрофы, ни гибели брата, в которой обвиняют его, но вскоре он обнаруживает, что может вернуться назад в своей памяти, а значит должен попытаться изменить будущее. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, дополнительные выжил, по вашему мнению, по вашему мнению, до следующей роли. Субтитры сделал DimaTorzok losing него. Продолжение следует...